привет земляне те кто играет skyblock знают что в последнее время туда добавляют много новых предметов ну а те кто не играют все равно уже знают так вот мне стало интересно насколько новые предметы лучше старых и лучше ли они вообще ну как говорят ваши там всякие тубер и поехали и так я собрал два сундука предметов в одном старые предметы в другом новые предметы и да есть уже предметы по новее но если я буду пытаться собрать все новые предметы то это еще сильнее затруднит выход видео и тем более спасибо за вот вот эти предметы большинство из них вот вот этому человеку вы вы видите на экране просто спасибо я думаю ему будет приятно и так два сундука старые новые предметы давайте возьмем 4 старых меча и будем их оценивать соотносительно с новыми предметами точнее с новыми мечами но тут есть один подвох новые предметы это мульти инструменты то есть они могут как и ломать блоки так и наносить урон причем почти все в общем если сравнивать честно то старые мечи это отстой потому что смотрите елочное оружие это вообще декоративное оружие и она вносит 5 урона арон дайт ух ну и название 11 урона грамм 14 урона эскалибур 18 урона и все старые мечи проигрывают новым мульти инструментом которые также являются оружием вот смотрите волшебная метла 20 урона кирка души а для меня это было кстати открытием что у нее все два урона я думал она как мульти инструмент так еще и наносит хорошо ладно меч акула 20 урона меч луча души 20 урона и топор души тоже 2 урона что же ребят для меня это было открытие по моему или раньше урон у них тоже был не знаю то ли я так сильно затянул с видео что это пофиксили то ли на этого вообще не обратил внимание ну что же даже для меня это было открытием что некоторые новые предметы все-таки не являются мульти 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 инструментами да они могут ломать как и там дерево так и обсидиану при этом у них урона по 2 хорошо но все-таки метла акула и меч выиграют все трое четыре старых меча но не будем забывать про такую штуку как молния или же перекрестный удар удар молнии смотрите вот эта штуковина я называют в основном молния все она наносит 20 урона но при этом она и копает и да это старый предмет теперь создается вопрос лично у меня зачем нужны новые предметы по типу вот такого и вот такого ух прикол сейчас степнется кто-то и заберет если есть молния делаем вывод новые предметы чаще всего это скины да ребят это просто скин ну не все конечно но смотрите имеется у меня вот такой некротический топор у него 22 урона ну да он как бы лучше молнии но на 2 урона хорошо ладно он лучше и да он тоже мульти инструмент но он был в пассе вот в старом пропуске и его нужно было покупать вот за двести восемьдесят восемь гокубов и за это вы получаете плюс 2 урона не я понимаю что если добавят там плюс 10 урона это будет слишком имба но плюс 2 урона если есть молния и молнии дамажит также неплохо всего на 2 меньше лично для меня новые предметы являющиеся мечами вот волшебная метла там меча кула это всего лишь скины и смысл их получать ну чисто дело вкуса хорошо с этим разобрались и давайте посмотрим на старые инструменты мне немного их жаль потому что раньше они были донатные но сейчас они как бы ну вы сами видите они не являются мульти инструментами то есть кирка напрямую копают там твердые блоки по темпу камня обсидиана ну в общем твердый блоки вон золотая руда допустим скопаем он алмазную можно скопать топор он будет ломать намного медленнее что логично но дерево будет ломать быстро ну и лопата будет ломать очень быстро землю и до мульти инструменты по типу молнии тоже очень быстро ломают землю и ну мне прям жаль за эти предметы потому что они потеряли свою актуальность но есть один предмет замены которому нет вообще нет и да есть очень крутые там мульти инструменты опять же некритический топор меч акулы волшебная металла то даже молния крутые предметы я не спорю все круто но мотыга даже деревянная она выполняет одну функцию спать его землю ни один другой предмет это сделать не может получается мотыга остается уникальной неважно какая редкость да если мити стрима ты готовы вообще крутой но даже деревянные она мотыга тирка потеряла актуальность топор потерял актуальность аметистая лопата потерял актуальность к тому же меди стало по-то очень долго вспахивается вспахивает спами к тому же аметистовой лопата очень долго ломает спаханную землю. Фух, наконец выговорил. И знаете, то что мотыга остается мотыгой и ее никак не могут заменить разрабы, ну конечно в теории могут, но если они это сделают, мне кажется это будет глупо, потому что ну просто 4 предмета кирка, топор, лопата, мотыга их можно будет выкинуть, неважно какой они редкости, потому что у вас будет мультиинструмент. Ну как по мне это тупо, поэтому то что мотыга остается мотыгой и ее не могут заменить, это очень круто и просто за это ну лайк разрабам. Ладно, мы поговорили про инструменты, мультиинструменты, всякие мотыги, но есть предметы, которые не несут никакой ценности, кроме развлечения. А это звездный пистолет или же пушка, как ее называют в простонародье. Лично я тоже называю пушкой, ну там звездная пушка. Некротический пистолет, это представитель нового поколения, и он был в донатном пассе. И сказать, что кто-то из них круче, нельзя сказать, потому что ну это элемент как бы декора, предмет декора, и эффекты, которые вам нравятся больше, тот и является для вас лучшим. Поэтому зацикливаться на них не буду, ну нравится вам некротический пистолет, ну удачи его получить, а нравится звездный пистолет, ну его проще получить, но тоже удачи. И вот уже позади и предметы, и предметы декора остается лишь броня. Да, раньше ее было два вида, ну основных два вида, конечно мы можем зайти в предметы броня, и найти шлем Одина, ну сет Одина, сет рыцаря круглого стола, алмазная, золотая, железная, кожаная, ну то такое, то броня такая начинающих, и то с дюпами, конечно, экономика сломалась, и даже раньше у нубиков не было сначала титановой брони, а потом было время, когда с титановой броней ходили очень много человек, даже которые начали только что играть. В общем, да, броня, аметистовая броня является претендентом на лучшую броню, но со старых. Она дает 48 хп, при дефолте вы имеете 40 хп, то есть прибавка 8 хп и 20 защиты. Если снять броню, то у вас будет 0 защиты и 40 хп. Ну, раньше эта броня считалась вау, тем более она была донатной. Ну, она и сейчас, хотя нет, сейчас ее просто убрали из магазина. Но прибавка 8 хп и 20 защиты, ну вы понимаете, что... Да, эта броня отстой. Она улетает в долгий ящик, потому что даже титановая броня, ну как даже, она тоже представитель старой брони, но однако... Да е-мое! Однако, у титановой брони прибавка к хп 32, ну а защиты также 20, поэтому титановая броня уже побеждает аметистовую, и аметистовую я просто взял, чтобы вам показать, может, какую-то ностальгию, потому что я начинал играть, когда аметистовая броня, ну, она была прям, как бы, в моде. Я помню, даже люди, которые донатили, у них была аметистовая броня, и такие люди, вау, круто! Но приходит новая броня. Даже больше, чем броня на самом деле. Добавлено два слота под кольцо и плащ. И два вида новых брони. Ну, у меня пока что два вида новых брони. Я сказал их уже в начале видео, что если я буду собирать все предметы, видео либо выйдет очень потом, либо, ну, короче, сложно будет выпустить. И на данный момент мне вот дали два вида брони. Точнее, один я получил сам, другой, нет, опять же, напоминаю, спасибо, вирус. Да. Итак, броня. Некротическая боевая броня. Она была в пропуске, в прошлом пропуске, в первом пассе скайпблока и прибавка к хп-шкам. Я, кстати, не помню, какая у меня прибавка к хп. Ну, смотрим. Я дел комплект с 5 из 5, 88 хп, получается прибавка в 48 хп и уже добавка к броне. Ну, броню добавляет... А, я думал, добавляет броню плащик. Возможно, то в другой броне, в ледяной. Ну, хорошо. Вы уже поняли, что некротическая лучше, чем титановая. Да. В общем, о чем я? Некротическая броня лучше, чем титановая. Титановая лучше, чем аметистая. Получается, некротическая лучше, чем титановая и аметистая. И остается лишь броня ледяного короля или как-то так. Снимаем вот эту броню и одеваем вот ледяную броню. В итоге, что мы получаем? Ого. Целых 6 предметов, кстати, с нее. Получаем мы 86 хп, но 24 защиты. То есть, некротическая броня дает на 2 хп больше, но защиты на 2 меньше. Итого, что я могу сказать. Ну, брони новые есть, они лучше, чем аметистовые, но титановая, в принципе, с ней можно нормально ходить. Я какое-то время ходил, уже когда были новые предметы, и как бы, ну, пробивают, но можно, можно играть с титановой, поэтому, если у вас нет новой брони, не переживайте, титановая вполне играбельная. Вот и все, на этом видео заканчивается. У меня даже голос просел, потому что я давно не записывал такие разговорные видео. Получается, немного теперь охрип бг. И, да, вы можете поддержать канал абсолютно бесплатно. Вот там есть такая штука, вот так она выглядит, называется лайк. Просто нажимаете, у вас ничего не снимается, но мне очень приятно. И другая штука, кнопка, называется подписаться. Вот, нажимаете, вот так она выглядит. Все, круто, если вы нажали, молодцы, спасибо большое, с Новым Годом, всем удачи, всем пока.